всем привет мы с вами продолжаем изучать бомбически геометрические конструкции чтобы убивать планиметрию везде будь то егэ или олимпиады потому что знание геометрических конструкций очень сильно упрощает решение планиметрических задач сегодня у нас в гостях лемма о воробьях такое название она получила потому что появилась в свое время статье которая называлась из воробьев по пушкам ну аналогия ясна да есть фразы из пушки по воробьям когда используется что-то очень мощное для уничтожения чего-то очень маленького и безобидного так вот здесь наоборот поэтому так и называется эта статья из воробьев по пушкам потому что вот эта лемма условно называется воробей там или воровушек она очень простая изящная она понятно даже восьмикласснику сейчас вы увидите доказательства но иногда с помощью нее убиваются задачи софсероса и всякие сложные другие планиметрические задачи давайте посмотрим что это за лемма у нас есть окружность описанная около треугольника a b c a b c и так оказалось что у нас есть две точки на сторонах треугольника такие что здесь . c 0 здесь . а 0 такие что отрезок а c 0 вот этот равен отрезку c а 0 да вот этому тогда лемма утверждает что точки c 0 а 0 b и еще одна четвертая точка а знаете какая середина вот этой дуги а c лежат на одной окружности давайте назовем эту точку к то есть c 0 а 0 к и б лежат на одной окружности ну другую интерпретацию этой теории этой леммы я скажу чуть попозже и вы поймете в чем прикол на самом деле ну давайте это просто напросто докажем но смотрите нам опять потребуется наше прекрасное свойство что если провести серединный перпендикуляр о котором вы уже знаете очень много я надеюсь что после моих видео середины перпендикуляр станет вашим другом который будет помогать убивать различные планометрические задачи в общем серединный перпендикуляр к хорде отце попадает в точности в в точности в середину дуги отце . к да то есть вот это у нас серпер он проходит через серединку отрезка отце и перпендикулярно отрезку отце и попадает точку к то есть у нас дуга а к равна дуге к c так ну давайте что мы можем с этим сделать если у нас есть . к на серпере что мы обычно делаем соединяем ее с концами отрезка потому что тогда отрезки к а и к c они равны правильно хорошо давайте их тоже отметим зафиксировали давайте также точку к соединим с точками c0 и а0 смотрите c0 и к а0 что хорошего мы здесь видим давайте обратим внимание на треугольники а c0 к и к а0 c две равных стороны в них уже есть правильно то есть а к равно к отце потому что . к лежит на серпере к отрезку отце еще раз напоминаю серпер к хорде а отце является хорда к описанной окружности треугольника bc попадает в середину большой дуги отце в точку к до еще раз зафиксировал потому что это максимально важно что к середину дуги отце мы эта точка будет основной в этой лиме так соответственно и значит а цену 0 равно ценой по условию но секундочку давайте посмотрим вот эти два розовых уголочка они вписаны для большой окружности опираются на быка так получается то есть вот угол к cb равен углу б а к потому что они опираются на одну дугу bk большой окружности описанного к треугольника bc тогда треугольник c0 а к равен треугольнику а0 ck по двум сторонам углу между ними отлично давайте тогда отметим другие равные углы в этих треугольниках смотрите тогда у нас вот такие вот фиолетовенькие углы вот такой вот здесь вот вот такой так они тоже равны потому что но это соответственно углы равных треугольник правильно вот так эти треугольники один поворачивается и друг на друга накладывается правильно поэтому такие уголочки равны хорошо давайте зафиксируем еще следующую историю смотрите угол а bc который изначально давайте отметим его вот так вот волной фиолетовый в этом угол в изначальном треугольнике он абсолютно точно равен углу а к c правильно по каким причинам ну просто потому что это два вписанных угла опирающихся на вот все ту же общую хорду отце но секундочку посмотрите внимательно чему равен угол а к ц угол а к ц состоит из вот такого вот черного угла вот еще раз а к ц и фиолетового а где еще здесь на чертеже угол который состоит из черного угла и фиолетового да вот же он это же угол c 0 к а 0 то есть мы имеем три угла внимательно поймем вот обязательно поймите почему вот у нас есть три равных угла отмеченные волнистой фиолетовой линии угол а b c равен углу а к ц потому что два вписанных угла опирающихся на одну хорду отце а угол а к ц равен углу c 0 к а 0 потому что они состоят из равных кусочков черная часть и фиолетовый черная часть и фиолетовый так секундочку но мы же с вами прекрасно знаем что если в четырехугольнике давайте соединим c 0 а 0 и вот так вот bk если в четырехугольнике есть два угла равных опирающихся на одну сторону четырехугольника если вот провести диагонали то есть картинка вот такая берем четырехугольник если в четырехугольнике получилось так что вот такие два уголочка опирающихся на одну сторону равны то около этого четырехугольника можно описать окружность тогда секундочку посмотрим на четырехугольник c 0 b k а 0 так вот у нас угол c 0 b а 0 равен углу c 0 к а 0 потому что это углы отмеченные волнистой фиолетовой линии все значит точки c 0 b k а 0 лежат на одной окружности доказано как еще можно воспринимать эту теорему прикол в том что эквивалентная формулировка такая что у нас если описать окружность около треугольника c 0 а 0 b то она пройдет через середину дуги а c окружности описаны около треугольника то есть мы могли бы сказать так что у нас есть треугольник а b c там оказались такие две точки c 0 и а 0 что вот эти два отрезка а c 0 и c 0 равны так тогда описанная окружность треугольника а b c и описанная окружность треугольника c 0 а 0 b обязательно всегда пересекаются в одной фиксированной точке к которая является середины дуги а c большой окружности а понимаете в чем прикол я же сейчас взял произвольные точки а 0 c 0 получается если я сейчас возьму другие две такие точки что два отрезка равны и опишу окружность около еще одного треугольника то это окружность тоже пройдет через точку к то есть просто если я беру произвольный c 0 и а 0 такие что вот эти отрезки равны и беру новый треугольник c 0 а 0 b описывая около него окружность то все такие окружности как бы не двигались точки сейчас после моего объяснения будет гибко вы посмотрите как это работает что точки двигаются а точка пересечения окружности с описанной окружности треугольника остается неизменной это . середина дуги а c понятно то есть точка не меняется очень крутая лемма а доказательство ну вот что то что то что мы сделали серпер два равных треугольника все и два угла c 0 b а 0 и c 0 к а 0 равны значит c 0 b к а 0 лежат на одной окружности что то же самое что окружность описанная около b c 0 а 0 проходит через к а к по определению мы взяли как середина дуги а c потому что это пересечение окружности описанного к треугольника а b c середины перпендикуляром к а ци а классная лемма и маленькая подсказка я выпускаю свои видео на ю тубе не просто так у наших видео есть некоторый сюжет если вы заметили то софизм про равнобедренные треугольники потом раз прямая симпсона и убийство софизма с помощью прямой симпсона я выпустил недавно софизм про трапецию про четырехугольник с равными сторонами почему сегодня я выпускаю видео про лемма воробьях подумайте над этим я даю вам подсказку обязательно пишите в комментариях какие еще видео вы хотите видеть от меня потому что я сейчас заряжен я могу выпускать видео хоть каждые два-три дня писать писать записывать монтировать делать их классным крутыми и интересно так что пишите в комментариях на какие темы видео вы хотите увидеть на олимпиадной темы или на гигашные темы там 19 любые кредиты запишу видео на любую абсолютно тему по поводу того если у вас возникает вопрос а зачем мне это найди еще раз говорю что и г что олимпиады на них нельзя будет написать прям по лемме о воробьях вот так но возможно попадется задача вот эта задача она не сложнее чем 16 пункт б и даже некоторые пункты а это как у егэшный уровень да почему не может быть похожей конструкции на олимпиаде или на егэ вот вас попросят доказать это а мы что сделаем мы возьмем и докажем потому что мы просто знаем вот так мы хотим подготовиться ко всем конструкциям в планиметре на егэ олимпиадах все подписывайся на канал ставь лайк жми колокольчик увидимся в следующих видео а